Мы находимся возле пограничного поста Жебек-Жалы. Южные ворота по-прежнему открыты только для граждан Узбекистана, спешащих вернуться на родину. Желающих перейти границу узбекистанцев сотни. Они приезжают с семьями или целыми рабочими бригадами. Комментировать официальное сообщение о смерти и похоронах Ислама Каримова не хотят. Да и не могут сказать многого. Они торопятся домой, чтобы посмотреть на ситуацию своими глазами и сделать выводы. Когда посадили нас созванивали, спрашивали, как было. Сегодня. Сегодня. Все в порядке, все спокойно, все тихо. Как вам кажется, могут быть какие-то дестабилизации, волнения у вас в стране или нет? Не знаю. Более осведомленные узбекистанцы знают о дате и месте похорон президента и об объявленном трехдневном трауре. Они не верят в возможную дестабилизацию в стране. Ну что может измениться? Я пенсионерка. Мне пенсию не отберут. А у нее работа есть, работу не отберут. Что может измениться? Значит, жизнь останется тоже. Останется. Дети закончили учебу. Я думаю, что все будет хорошо. В обратную сторону границу практически никто не переходит. Местные таксисты говорят, что по ту сторону шлагбаума собрались десятки гастарбайтеров, которые спешат уехать на работу. Однако их пока не выпускают. В то время, пока переход ограничен, местное население практически сидит без работы. Таксисты и продавцы валюты слушают радиоприемники. На всех узбекских станциях в прямом эфире идут траурные передачи. Первые лица государства выражают соболезнования народу Узбекистана. У многих местных жителей есть друзья и родственники по ту сторону шлагбаума. Ася, жительница Жебек-Жалы, постоянно связывается с родителями в Узбекистане. Она уверена, что смерть Каримова не спровоцирует беспорядки в стране. Вот, например, в Кыргызстане, да, какой был, президент ушел, даже они сами себе хотели сесть. А вот в Узбекистане нет, они так не позволят. У нее даже умной головы много. Думаете? Думаю. Официально казахстанско-узбекская граница должна быть открыта 4 сентября. Однако казахстанские пограничники не могут дать четкого ответа на вопрос, когда переход станет вновь доступен. Вы мне скажите, пожалуйста, границу откроют завтра, нет? Не знаем. Мы открыто там в Узбекистане. Просто мы тоже хотим на переход туда, и мы ждем. Вчера приехали закрыто, сказали, 4 числа. Не знаю, потому что объединение висит, что 4, да? А там, не знаю, уже. Там определение государства слышит. Местные жители говорят, что, скорее всего, граница будет недоступна в течение трехдневного траура, объявленного в Узбекистане. Однако есть мнение, что запрет на переход может продлиться и до окончания празднования Курбанайта, то есть до 15 сентября. Продолжение следует... Продолжение следует...